Не хватает настоящих мужчин. Вроде говорил, все хорошее, а потом оказывается, блин, такого наговорил. Когда-то я была у психолога. Как звучит? Романы. Это случилось случайно? Все подконтрольным, хорошо. Да, поэтому я слежу со своим мужиком, чтобы не ляпнуть ничего. А недавно, кстати, я снялась. Можно это сказать? Offstage Life с Таней Фаредо. Это на вас выручает, за то, что вы упоздули. Заходите, давайте. Певица Тани Фаредо на белорусской сцене занимает особенное место. Она исполняет джаз. Я просто петух по году. И, наверное, кто-то был котом. Ну, и вот так вот с этого и началось. Я скорее предпочитаю получать подарки. И уже из этого составлять свое пространство. В самом видном месте моя любимая книга, любимая женщина, мне кажется, не только у меня. Это так вдохновляет, я думаю, на то, чтобы всегда хорошо выглядеть. Быть красивой, ухоженной и так далее. Стараюсь максимально упростить вообще для себя задачи вот этого ухода за собой. Хотя, конечно, я предпочитаю занятия спортом, плаванием. Нет, я плаваю брасом, а я уже не помню, как это. Ну, как-то так. Таня настоящая светская львица. Но модные тусовки не просто развлечения, а еще и отличная возможность завести полезное знакомство. А когда настроение не очень, она остается дома и снимает стресс физическими нагрузками. Один из моих любимых подарков. Самая, что ни на есть, настоящая звезда, которая находится в созвездии Водолея, в моем созвездии имени Тани Форедо. Ну и прилагалась еще вот такая вот, ой, хрустальный такой шарик. Это мой жених. Вот, хочу вам открыть просто тайну. И специально для съемок Offstage Live мы сегодня увидимся с ним. И на самом деле это уникальная возможность, и для меня в том числе, потому что он гражданин другой страны, и мы не так часто с ним встречаемся, видимся. Но сегодня, конечно, я думаю, повезет и вам, и мне. Она выросла в Пинске, и именно там выиграла первый серьезный песенный конкурс. А потом ее пригласили в Минск, в студию Сибры, тогда Тане было всего 15. Родителям пришлось просто подчиниться таланту. Да, вот это шилось на заказ. Вот еще такое, лолит Олимпика. Very sexy. Ну да, открывает все-все-все прелести. Ну вот, такая юбочка. Моя слабость и, я бы сказала, даже мое хобби, собирать бутылочки всякие, пахучие. То, что самое любимое, у меня этого по нескольку. Вот такие вот всякие штучки. Есть беленькие, малиновенькие, фиолетовенькие. Ну, в общем, очень-очень много всяких разных классных запахов. Это правда моя слабость и любовь. После того, как Таня поступила в Институт культуры, ее окончательный переезд в Минск был делом решенным. Ты моя мосечка. Птица, птица, ну иди сюда. Клюется иногда. Если что, я могу уже в цирке с ней выступать, показывать номера всякие. Утонченная блондинка Тани Фареда на самом деле упрямая и решительная, в том числе и за рулем. Вот уже шесть лет. Машина ее мечты – Бентли. Левая – это там, да? А правая – там. Полтора года папа, мама меня повезли. Ну, они сами поехали отдыхать вместе со мной в Ялту. И помню, что папочка мой меня угрожал розгами, чтобы я не капризничала. Ну, еще помню, конечно, вечно свои разбитые колени. Потом эти фотографии, которые запечатлели мое загорелое тело рядом со львами. И, ну, наверное, такие фотографии у всех есть. И с забинтованными коленами. Отец Тани – специалист в области строительства, а мама – бизнесмен в торговле. Я ходила в школу с музыкальным ухлоном. Балерина – это такое наиболее долгое мое мечтание, которое мне очень даже уже самой запомнилось. Это не просто так, знаете, сказала и забыла. Но в городе Пинске, откуда я родом, там таких балетных школ как бы не было. О! Туки-туки! Сюрприз! Здравствуйте! Сколько лет, сколько зим! Наконец-то вспомнила старика. Ой, не говорите! Красивая какая! Пасивочки! Может, еще? В вопросах творчества ее мнение решающее и на будущее планы грандиозные. Написать книгу и снять по ней настоящий блокбастер. Боже, так страшно вообще, блин. Более того, самое страшное, что форму помнишь, знаешь, куда вступать после совы. И приходилось подрабатывать. Кстати, подрабатывали и в кабачках, и где только мы не работали. И вдвоем, и с составами. То есть Таня прошла, в отличие от многих звезд, нормальную такую, в общем-то, подготовку, когда и надо не стесняться, и быть рядышком с публикой, и, в общем-то, пытаться... Ну, такое искусство, что не всегда оно доносится до всех. Ну, тем не менее, вот, удалось. Ее мечта – написать и исполнить такую песню, чтобы наутро проснуться известной на весь мир, а еще заключить контракт со знаменитым лейблом, ну, или основать свой собственный. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие выпускники! Простите, что отвлекаю! Здравствуйте, Анюша, здравствуй, дорогая! Ой, красота наша! Узнали? Знаем, кто это, нет? Ой, господи! Вот молодежь нынешняя не знает звезд! Ну, Таня была отличницей. У меня совершенно точно, да и на других предметах я знаю, что практически отлично. Для поддержания тела в тонусе Таня занимается плаванием и аэробикой по индивидуальной программе, а любит массаж. И все это только у проверенных специалистов. Я очень хотела быть переводчиком и всерьез уже занималась немецким. Абсолютно была уверена, что буду поступать в Аньяс. В 12 лет начала петь таким низким оформившимся голосом. Участвовала в конкурсах. И в 15 лет меня пригласили в студию Сибры работать. Поэтому 10-11 класса у меня вообще как такового даже не было, потому что я постоянно была на гастролях. Ну и, естественно, это перевернуло полностью мои дальнейшие планы, потому что уже никакого имьяза не могло было быть. Я просто не усугубляла свою ситуацию и решила поступать в университет культуры. Мне кажется, меня боятся жутко вообще. Я, между прочим, хочу сказать, что безгранично ценю тех людей, которые мужчин, которые подходят ко мне и могут даже просто поздороваться, либо там преподнести букет цветов, либо что-то предложить. Это смелые люди, я хочу сказать. Ее поклонники исключительно интеллигентные люди, поэтому умеют выражать свое восхищение цивилизованно. В отношениях с фанатами мужского пола Таня себе много не позволяет. Максимум, на что они могут рассчитывать, это легкий флирт. Так, для пикантности. Таня Фареда старается сделать свою жизнь яркой, такой, как ее любимые остросюжетные фильмы с неожиданными развязками. Я люблю красивую жизнь и люблю красивых людей. Вот мой такой недостаток. Что касается одежды, то хотя Таня часто прислушивается к мнению профессионалов, последнее слово все равно за ней. Звучит оно примерно так. Бренд ради бренда глупость, главное не потерять индивидуальность. Когда-то я была у психолога, мне было интересно, потому что я одно время увлеклась психологией, у меня было много различных книг. Но я хочу сказать, что того эффекта, который я хотела, не то что эффекта, даже уровня общения, который я даже вижу в книгах, которые я предпочитаю читать, я там не нашла. Поэтому два раза сходила и успокоилась. Роскошная жизнь бытовых забот не предполагает. Например, Таня никогда не поливает дома цветы. Правда, иногда она все-таки превращается в отчаянную домохозяйку. Мне припомнилось, что когда я была 15-16 лет и работала в студии Себры, понятно, что у меня еще была такая подростковая припухлость. Ну и я хочу сказать, что очень часто мне приходилось выслушивать, что вообще как ты себя запустила, и что скорее срочно худей, и ты выглядишь как беременная женщина и так далее. Ну, честно говоря, я на это как-то даже не обращала внимания. Ну, благо у меня просто хватало, наверное, своей собственной самооценки для того, чтобы на такие идиловские высказывания вообще даже не обращать внимания. Я хочу сказать тост. Всегда желаю благополучной и обязательно красивой жизни. Всего вам самого-самого. За вас. О, боже, это же я. Ребят, мне так неудобно, правда. Потому что когда-то много лет назад я позволила себя снять вот в таком вот виде. Я не знала, что Александра позволит себе вот это все просто вывесить на обозрение всех. Ну, не знаю, конечно. Ну, в общем, неплохо, я думаю, получилось. Ну, просто, ой, боже. Хэллоу! Что это такое? Здравствуй, Ванечка. Бить я тебя не буду. Ну, давай, бить я. У Вани настолько часто бывает, что... Обратите внимание, кстати, я не успела снять свою шубу, он ее уже раскрыл. Разделал на шкуры. И вот потом вы увидите новую коллекцию из каракульчи, будете знать, что это моя была шуба. Да. Это был твой рукав. А-а-а! Вот так вот. Сумочка. Такая девчоночка. Хм. Главное, что девчоночка. По-моему, очень даже ничего. Ваня, какое платье ты подаришь мне сегодня? Самое дорогое. Как всегда, конечно, Ваня никогда не скупится, он всегда мне дарит самое дорогое, что у него есть на сегодняшний вот момент. Но я думаю, что сегодня это черное сердце. Ну, мне кажется, что да, декольте это как раз мой вариант, вот в таком плане. Но, правда, уже нет сил мерить. Я просто настолько доверяю Ивану, что даже абсолютно не сомневаюсь в том, что все это подойдет мне идеально. Просто в упаковку и все. Все, заверните. Заверните. Одна из самых женственных, красивых женщин Беларуси. И, ну, то есть я, как дизайнер одежды и как человек, который постоянно общается с большим количеством девушек, моделей, вот подтверждаю, что это вот, что мое мнение именно такое. Я когда увидел, просто у меня восторга не было от ее красоты. Очень красивая девушка. Ну, а как поет, это просто вообще просто удивление. Я на всякий случай припасла, конечно, эти ножницы. На самом деле, если я буду когда-же делать шоу какое-то, она обязательно будет его открывать. А вот и мой Андрюшечка Малахов. Малышка, где была? Познакомились мы с тобой. Так давно уже. Так давно, миллион лет назад, на самом деле. По-моему, 11 лет назад я была, ну, намного более молодой, более неопытной, более не звездной. Ну, что сделать? А вот я помню, это шикарные синие ногти и экстравагантная, уверенная степеново походка. Ну, это, конечно же, меня очень сильно сразу издевает. Что очень требовательно, правильно? Да. Дальнейший вечер, я думаю, ребята, мы уже проведем без вас. Вы же, пожалуйста, на нас не серчайте. Ну, я думаю, мы проведем его на зависть всем. Как многие звезды, Таня мечтает оставить след в истории в виде какой-нибудь именной продукции. Например, парфюма, если прочитать ее имя, наоборот, получится «Одерфинат», что в переводе означает «сладкая вода». Я вам желаю благополучной и красивой жизни, потому что это великое искусство – красиво жить, красиво восхищаться, красиво питаться, красиво веселиться и, конечно же, красиво любить. С вами была Таня Фаредова. Продолжение следует...